Ксения Собчак подаст в суд на НТВ, выпустивший фильм о ней. На днях на канале вышло аж два больших разоблачительных ролика про Собчак. Один для программы ЧП, другой называется «Тайной кровавой барыни». Разумеется, все сопровождается бешеным монтажом и фирменными каламбурами. Сразу после рекламы. Как Ксения Собчак хотела занырнуть в крабовый бизнес? И почему не удалось стать миссис Крабс? Нарезанные кадры и фото из Инстаграма перемешаны с комментариями каких-то экспертов, о которых вы наверняка даже не слышали. Кроме того, своим ценным мнением в видео делятся стукач Виталий Бородин, Анастасия Волочкова, бывший адвокат Михаила Ефремова, Пашаев и Вика Цыганова. Среди людей есть нелюди. И вот когда я читала эту книжку, мне было 25 лет, я не понимала, какие они нелюди, кто они, как они выглядят. Вот они так выглядят, как Собчак. Вот это как раз представитель нелюдя. Но не нужно при этом думать, что это просто какая-то таблоидная колонка про срачи знаменитости. Нет. В ролике куча довольно серьезных обвинений. Якобы у Собчака или членов ее команды есть западные кураторы, что за Собчак каждый месяц, точнее на Собчак каждый месяц поступают иски со стороны патриотов, что ее сотрудники помогают распространить материалы журналисту Олегу Кашину. Его в материале называют пособником киевского режима. Разумеется, много слов об израильском паспорте и ее доходах. В портфеле недвижимости также пара квартир в столице, три земельных участка и два особняка в Подмосковье. Сегодня я вам покажу свой дом. С расписанием у меня, как всегда, плотненько. Но для того, чтобы показать дом, время я всегда найду. На обустройство этого изящного бункера хозяйка не поскупилась. Средняя стоимость домов в такой площади в этом поселке от 5 миллионов долларов. Судя по всему, материал приурочен еще и к приговору для ее сотрудников. Сегодня бывшему коммерческому директору Собчак Кириллу Суханову дали 7,5 лет тюрьмы. Двум другим фигурантам по 7 лет. Их признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере. Это дело связано с Сергеем Чемизовым и мужем Тины Канделаки. Об этом есть подробное расследование проекта. Но давайте все же вернемся к атаке пропагандистов на Собчак. И подробнее эту тему обсудим вместе с политологом Аббасом Галямовым. Он уже к нам подключается. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у меня такой стартовый вопрос. Большое разоблачение от НТВ. Это событие или рядовая новость? Ну, это может стать индикатором нового тренда. Тренд на закручивание гаек-то у нас давно наблюдается. Ну, в каких-то там элементах 2012 года. В каких-то элементах. Потом следующий этап усиления после 2014 года, после Крыма и начала войны в Донбассе. Потом, значит, где-то после 2018, после всплеска протестных настроений, связанных с пенсионной реформой. А потом, где-то после 20-го, ну, после 20-го, особенно после начала войны, это уже такой непрерывным потоком это идет. Связана вся эта история с падением популярности режима, с ростом протестных настроений. То есть, строго говоря, властям ничего другого не остается. Кнут приходится использовать все чаще, потому что пряник люди перестают воспринимать. Да и с пряником проблемы и с экономическими сложностями. Вот, в общем, вот этот тренд, он присутствует. И, с одной стороны, можно сказать, что, ну, этот фильм, он в этот тренд прекрасно укладывается. Но можно выделить его в отдельный подтренд, если можно так выразиться. Значит, это, на самом деле, очень сильный сигнал, ну, так называемым, системным политикам, фрондирующим, так сказать, да, технократам вот всякого рода. Ну, то есть, всем тем, кто не относится к лагерю хардкорных силовиков. То есть, тех, кто в целом лоялен по отношению к системе, по отношению к Путину. Ну, ведь, в конце концов, Собчак, ну, не дает никаких оснований утверждать последние годы, во всяком случае, значит, том, что она нелояльна по отношению к Путину и пытается там его свергнуть. Но, тем не менее, она, значит, имеет собственное мнение. Она считает, что не во всем обязана соглашаться с властями. И в этом смысле она уже является неприемлемой для, значит, для Кремля в нынешней ситуации, когда, ну, в силу роста протестных настроений и общего ослабления системы, связанного там с неудачами на фронте, неспособностью выиграть войну, санкциями и так далее, и так далее, вот, эти люди начинают представлять для системы все больше угрозы. Особенно это связано с выборами, приближающимися выборами. Дело в том, что выборы – это такой, знаете, шлюз, когда у людей появляется возможность легально участвовать в политике. То есть на протяжении последних двух лет, например, для всех несогласных возможностей участвовать в политике не было вообще. За любые проявления нелояльности просто тупо сажают. А сейчас появилась возможность, значит, в политику, так сказать, занырнуть и там пофронтировать. И вот эти толпы людей, значит, зающих подписи за Надеждина, это верный индикатор того, что люди застоялись, так сказать, они очень сильно хотят участвовать в политике, они хотят высказать свое отрицательное отношение к происходящему. Но при этом они все-таки, как и положено мирным обывателям, не хотят рисковать личным благополучием. Поэтому в нелегальных формах протеста они не участвуют. Но когда появляется возможность легально выразить несогласие, как было в случае с создачей подписей, в конце концов, Партилова разрешила собирать подписи Надеждину, то они тогда тут же устремляются в этом направлении, причем в каких-то количествах, которые начинают пугать Кремль. И вот в этом смысле наезд на Собчак, прежде неприкасаемую, это такой сигнал всей вот этой публики. Дескать, смотрите, у нас неприкасаемых нет. Даже вот Собчак, знаменитая, так сказать, личным покровительственным отношением к ней президента, даже она уже теперь не является неприкасаемой. Поэтому прежде чем что-нибудь там где-нибудь крякнуть, десять раз подумайте. Понимаете, Кремль сейчас ведь, ну хорошо, Надеждина они заблокировали, но дальше-то он сталкивается с угрозой протестного голосования в виде порчи бюллетеней, в виде вот этой акции «Полдень против Путина». Это тоже легальные вещи, их запретить нельзя. Нельзя запретить людям портить бюллетени, нельзя запретить людям приходить на избирательный участок в 12 часов. То есть формально, силовым способом-то их подавить, вот эти акции не можешь. И поэтому есть риск, что это будет выплеснуть наружу, так же, как история с подписями на Надеждина. Потом, кроме этого, есть другие формы, значит, например, возложение цветов, которые теперь благодаря женам мобилизованных тоже превратились уже в политическую манифестацию, в демонстрацию несогласия, и это тоже смущает Крым, потому что непонятно, как это запрещать. Ну, то есть, в общем, вот сейчас для Кремля опасными становятся не радикальные оппозиционеры, которые, значит, призывают, так сказать, людей на баррикады. Вот, с ними власть борется силовыми методами, пока, во всяком случае, справляется. А, значит, реально опасными становятся такие вот системные фрондеры, типа Собчак, которые вроде как действуют в рамках закона. Именно они в рамках избирательной кампании несут основные риски. Это удар по вот этой группе людей, носителей вот этой идеи системного протеста, если можно так выразиться. Аббас, а вот как вам кажется, Путин к этой истории может иметь какое-то отношение? Потому что, ну, вот мне так кажется, что на НТВ все-таки редакторы максимально осторожны, максимально лояльны, и они побоятся без какого-то согласования делать о каком-то материале. Не, конечно, Собчак — это фигура не уровня НТВшников. То есть это точно Громов, первый замглава администрации президента, который курирует телевидение. Вот. И Громов, я думаю, он тоже сам на это не решится. То есть он это обсудил как минимум с Патрушевым, на которого он ориентируется, либо даже скорее, я думаю, поговорив с Патрушевым, значит, он, скорее всего, это дело в какой-то момент обсудил и с Путиным. Потому что, ну, тут можно, учитывая вот все-таки историю личных отношений, можно нарваться на серьезные последствия. Вот. Громов — опытный аппаратчик, он не склонен к каким-то там безрассудным рискам. Ну, если бы он к ним склонен, он бы не просидел там столько лет. Поэтому, думаю, что Громов это с Путиным проговаривал. Ну и вот еще есть, наверное, такое представление, с которым я периодически сталкиваюсь. Может быть, среди тех, кто как раз старается занимать какую-то такую позицию или оставаться, например, в России, есть иллюзия, может быть, это не иллюзия, вы сейчас прокомментируете, что в какой-то момент власть может свою хватку ослабить. Особенно это вероятно, если закончится война, то тогда, может быть, вот эти вот репрессии и преследования, их станет меньше. Вот, опять же, ваш прогноз. Влияет ли сами военные действия на это? Или, несмотря на то, что, не знаю, может быть, Путин выйдет победителем в нынешней ситуации, все равно политическое давление продолжится? Ну, вообще, история свидетельствует, что крайне редко удается развернуть репрессивную машину в обратную сторону, поэтому, может быть, скорость нарастания репрессий несколько снизится, потому что, ну, в конце концов, у Путина есть как минимум один императив, который не должен, вроде бы, толкать его в этом направлении, ну, то есть должен его, значит, где-то вот остановить в этом движении, в этом направлении, потому что, ну, когда ты, вернее, даже два императива, я бы сказал, первый экономический, ну, потому что всесилие силовиков, оно уничтожит экономику. Ну, то есть это же окончательно, то есть просто есть будет нечего, и самим силовикам тоже. То есть, понятно, какое-то время на это уйдет, но в целом понятно, что это не та публика, ну, понимаете, это люди, которые привыкли есть, так сказать, не просто есть, а жрать три глотки, а вот производить они не привыкли, они не умеют, это не производительный класс. И поэтому, значит, раскручивание маховика репрессий просто, ну, окончательно приведет к уничтожению инвестиционного климата, к уничтожению экономики, в принципе, и к экономическому кризису. Ну, то есть, проще говоря, Россия там быстрее превратится в такую Северную Корею, когда там люди буквально впрогладь живут. И это вряд ли отвечает интересам Путина. Это, во-первых. Во-вторых, движение в этом направлении приведет к тому, что, в конце концов, с Путиным сами силовики перестанут считаться. То есть, он впадет в зависимость от них. Ведь он от них независим, когда он правит не благодаря им. Тогда, в общем-то, они от него зависят, а не он от них. Когда он популярен, когда у него рейтинг, когда у него, так сказать, легитимность, когда он может себе позволить честно выигрывать выборы, не полагаясь исключительно на них, на их силовой инструментарий, тогда он хозяин положения. А если хозяева положения они, ну, тогда у него в какой-то момент проблема. Он просто превращается, вот, знаете, римского императора эпохи доминирования претерианской гвардии, когда претерианцы просто императоров, как известно, меняли как перчатки, да, по своему усмотрению. Вот, поэтому есть императивы, которые, ну, позволяют предположить, что Путин, в общем-то, не должен стремиться в этом направлении сам безудержно. Но, с другой стороны, нарастающее протестное настроение, они же никуда не денутся, и они будут расти, а противопоставить этому нечего. Пропаганда, совершенно очевидно, с этим перестала справляться. Значит, совсем плохо там у телевизионщиков с рейтингами. А уровень доверия к системе упал просто до критического уровня. Вот, и в ситуации, когда тебе перестают верить, и все больше начинают сомневаться в твоих словах, и когда, ну, тебя просто начинают ненавидеть, ну, кроме как на силовиков тебе положиться не на кого, кроме как репрессий, других политических инструментов у тебя не остается. И, соответственно, ты все равно будешь вынужден в том или ином виде в этом направлении двигаться. Как-то так. Ну, и последний вопрос задам, короткий. Вот, известно, что Собчак уже подаст в суд на НТВ, об этом она в своем телеграм-канале написала. Вот, исходя из того, что мы с вами обсудили, как вы думаете, чем этот суд закончится? Ну, я думаю, что, значит, это уйдет в долгую история. Да, и после выборов, в зависимости от того, как они завершатся, ну, то есть, помимо формальной победы Путина, ведь крайне важно будет, что будет происходить с общественным мнением, с протестными настроениями. То есть, если Путин в целом и система сочтут, что с задачами они справились нормально, и, в общем-то, ну, ничего им теперь сейчас больше не угрожает, ну, в принципе, суду может быть дана установка, ну, там, учесть каким-то образом позицию Собчак. То есть, будет найдена некая компромиссная формула НТВ, там, за что-то извиниться. Ну, сильно наказывать НТВ, конечно, тоже не будет, потому что, повторюсь, это все они делают по команде. Ну, там, вот, у Путина, вот, если он будет настроен, знаете, так, благожелательно, так сказать, он победил, расслабился, вот, но он может простить Собчак, как это было в 2012 году, вот, и сказать, ладно, отстаньте от нее, значит, пусть, так сказать, резвится. Вот, ну, тогда решение будет по отношению к ним более-менее лояльно. Аббас, спасибо большое, политолог Аббас Галямов был в нашем эфире, мы обсудили атаку телеканала НТВ на Ксению Собчак.